Какие изменения произошли у нас после того, как мы начали работать с Давидом? Моей девочке исполнилось уже 2 года и 4 месяца, и с момента нашего общения с Давидом уже прошло 2 месяца. И очень много изменений произошли, я говорила об этом в предыдущих моих видео. Те изменения, которые произошли, они стали более такие, они никуда не убегают, ничего не исчезает, как я раньше переживала, что что-то может исчезнуть. Но нет, они постоянные, они держатся очень стабильно, ничего никуда не сбежало, не убежало, все на месте. Мои переживания были напрасные. И плюс ко всему добавились еще очень-очень многие. На первый взгляд, может быть, это немножечко банально звучит, потому что вроде в этом возрасте оно все так и должно быть. Но для нас это большие изменения, потому что этого не было. Была большая задержка, и когда видишь эти изменения, которые происходят, конечно, радости очень много, и эффект есть. Ну, начнем. Вот как-то мы были на водных парках, в водные парки, пошли с детьми, и я думала, вот что, как она будет себя вести, что она будет делать. Мы пошли, мы были в бассейне для маленьких деток, мы прошли три бассейна, и реагировала она совершенно нормально. Ну, холодная вода, конечно, была немножечко для нее, она, но походила ножками. Потом там был еще один бассейн, где были маленькие горки, и она меня сама туда повела, что она захотела поехать. Раньше бы она этого никогда не сделала, точно знаю, что никогда бы не сделала. Потому что там было, во-первых, очень много детей, которые стояли, ждали своей очереди. Мы стояли, мы ждали своей очереди, она никуда не пищала, никуда не убегала, ждала. Я с ней катилась на этих горках, и чтобы было немножечко больше эффекта, я пищала, попискивала, она смеялась, и так весело было, что мне страшно как будто. И потом она же очень в туалет ходит, она просится писать, и в горшок она просится. Можно выезжать спокойно с ней на машине, в магазин куда-то, она попросится. Я знаю, что она это сделает, но очень было странно, что на этих водных горках все дети ее возраста там в памперсах, она в трусиках. И выходя из бассейна, она у меня просилась сходить в туалет. Мы бежали, искали туалет, мы бежали, куда нам можно сходить. Это тоже для нас очень большое достижение в этом плане. Она постоянно у меня моет посуду дома. Она подвигает стул, берет стул, сама двигает туда этот стул, становится, чтобы ей было удобно, включает водичку, просит, берет губку и просит, чтобы ей накапали жидкого мыла, чтобы она помыла посуду. Помоет, сполоснет, поставит ее, где мы сушим посуду, делает дальше, вот она там копается в этой водичке, ей так нравится. У нас каждодневное просто мытье ванной комнаты, стен, мы ее купаем, и она постоянно берет губку, постоянно моет там стены у меня, потом выкручивает эту губку и ложит, чтобы она высыхала. Я ей говорю, выкручиваю ее, потому что она будет мокрая, она будет долго сохнуть, и показываю ее, как она, как нужно делать. Повторюшка такая стала, она все за нами повторяет. И, ну, в общем, там в ванной еще у нас висит такой пакет с игрушками, ну, чтобы она игралась. Ну, раньше ее и показывала, вот рыбка плывет, вот рыбка водичку пьет, а она на это как-то, ну, что она плывет, что она не плывет, ей было как-то равнодушно. То есть сейчас она берет, она просит, чтобы я ей дала рыбку, чтобы дала уточку, давай уточке дадим попить. И вот как я ей показывала, она так и со мной повторяет. Так она и делает, что рыбка пьет водичку, уточка пьет водичку. Зубки постоянно, каждое утро чистит зубки с папой. Папа ее зовет, давай будем чистить зубки, и она бежит в ванну и чистит зубки, моет личико. Что еще хочется добавить? Моя мама научила ее, Эмили, как у тебя дела? Нормально, типа нормально все. Мама говорит, вот дела, вот так, классно дела. И сейчас, Эмили, как у тебя дела? Она же двумя, она как-то классно дела, хорошо дела у нее. На улицу, пойдем на улицу, все, мы пойдем на улицу. У нас есть комната, где мы одеваемся, где мы снимаем одежду, где мы меняем обувь. Она знает эту комнату, она садится спокойно, мы там одеваем ей обувь, помогаем ей одевать. Если это босоножки. Иногда она сама это одевает, снимает она сама. И что еще, она раньше, вот приходим с улицы, она бежит сразу, по всей квартире могла бежать в обуви, которые она находила на улице. Ну, сейчас она уже это не делает, она знает, куда пошла. А, надо туда, она идет туда, в комнату, где мы переодеваемся. Она меняет себе обувь, снимает, если она может сама снять или ждет. Давай поставим на место тапочки свои. Ну, давай поставим, она берет, ставит. Ой, ты неправильно поставила. Нужно ровненько вот здесь вот, вот правый так, левый так поставит, ставит так. Вчера на улицу выходили, было немножечко прохладно. Ну, я решила одеть такую кофточку, чтобы было немножечко теплее ей. А она на молнии, и она пытается там в замок вставить. Я только вставила в замок, она уже сама молнию закрыла. Потом переходим через дорогу. Эмили, дай ручку нужно через дорогу переходить, а то машина будет ехать. И мы не переходим, и давай бежать, а то машина будет ехать, надо ручку дать. И нужно бежать через дорогу. И уже сейчас мне напоминаешь, она через дорогу, она стоит, ждет ручку, чтобы дать. И только мы заходим на дорогу, уже бежит, уже бежит, чтобы перебежать быстрее эту дорогу. В общем, много-много изменений произошли. Нюхает цветы, вот я ей говорю, давай понюхаем цветочки. Она берет, нюхает цветочки. Мне дает понюхать, иди папе дай понюхать цветочек. Она зовет, она его называет и дает ему цветочек, чтобы он, что делать с цветочком? А она нюхать, показывает, что надо нюхать. Иди позови Даяну. И она бежит в комнату, стоит. Я говорю, постучи в дверь к ней. И она берет, стучит к ней в дверь. Ну, в общем, повторяет все наши просьбы. Все за нами повторяет. И это стабильно держится. Слава Богу, никуда это не убегает, а только продвигаемся вперед. И очень хочется выразить, кроме всего, что я сказала, очень хочется выразить огромную благодарность Давиду за то, что он с нами продолжает работать, за то желание помочь, за все-все-все. И слов не находится, просто высказать человеку этому благодарность. Спасибо огромное.